ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Чаще всего на российских дорогах ДТП устраивают водители в возрасте от 30 до 40 лет. Информацией поделилось Министерство внутренних дел. На данную возрастную категорию приходится и наибольшее число автоаварий со смертельным исходом. С шоферами в возрасте от 50 до 60 лет приключения случаются реже, но, как правило, они отличаются более серьезными последствиями. Кстати, в этом году увеличилось количество смертельных ДТП, в которых виноваты женщины-водители. ТРАССА 101 Руководство Госдумы заявило, что для водителей, часто и грубо нарушающих ПДД, надо ввести уголовную ответственность. Что будет грозить лихачам? Большие штрафы, тюрьма или принудительные работы, депутаты пока не уточнили. Также они не против того, чтобы конфисковывать у автохулиганов транспортные средства. Поводом для такого заявления стало ДТП 20 ноября в Москве с двумя погибшими. Как выяснилось, один из них, автоблогер, ранее постоянно игнорировал ПДД. ТРАССА 101 Рост цен на автомобили не останавливается, но денег на их покупку у основной части россиян больше не становится. Это хорошо проиллюстрировал опрос, проведенный порталом Автомейл. Почти половина респондентов готовы сейчас потратить на новую машину не более 1 миллиона рублей. Треть устроит сумма до 2 миллионов, 12% опрошенных до 3 миллионов. Средняя цена нового автомобиля в России сейчас порядка 2,5 миллионов рублей. ТРАССА 101 В российской столице расширили функционал некоторых камер фиксации нарушений. Теперь они штрафуют водителей за невключенный днем ближний свет фары или неработающие дневные ходовые огни. Размер взыскания 500 рублей. Летом этого года сообщалось, что в ближайшее время такие камеры появятся в дюжине регионов. Кировской области в списке не значилось. ТРАССА 101 Одна из американских компаний опубликовала список самых полезных и бесполезных автомобильных опций. Перечень создавался на основе опроса десятков тысяч автовладельцев. Наиболее востребованными респонденты признали подогрев сидений, систему мониторинга слепых зон, парктроник, светодиодные фары и некоторые другие функции. Противоположную оценку получили система распознавания жестов, автопилот, биометрия. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания.